Доброго времени суток, дамы и господа. 1 февраля произошло интересное событие, которое поспособствовало старту фичдропсов, а именно старт торговой лавки. Торговая лавка в своем функционале имеет полосу, которую нам нужно заполнить на 1000 очков. И в тот момент, когда мы ее полностью заполняем, мы получаем маунта. Вот этого вот сезонного маунта, который на текущий момент доступен в феврале. Тигр. Днем он желтый, ночью он белого спектрального цвета. Приходится играть иногда ночью, чтобы увидеть его в такой раскраске. Она реально красивая и кайфовая. Некоторые люди недавно в игру вернулись, как мы прекрасно знаем. Кто-то там оплатил недавно. Люди всегда в разное время оплачивают, в разное время стартуют играть. У кого-то возникают вопросы. Как получить быстро? Не хочу, говорит, напрягаться особо, не хочу делать всяких рейдовых боссов, боссов в подземельях не хочу убивать. Да и может вообще на текущий момент какое-нибудь число 25, когда вы будете смотреть это видео, и у вас уже не так много дней остается для того, чтобы сделать этого тигра. Давайте пройдемся по журналу этого путешественника и посмотрим, что вообще получается по каким-то быстрым квестам, за которые дают неплохое количество очков. На текущий момент идет любовная лихорадка. Во время любовной лихорадки имеются разные мини-квестики. Выполните задание «Вкус конфет». Это дейлик, там нужно 10 раз покормить конфетками стражников или игроков. Легко? Легко, да, вполне. Используйте камушек возвращения мелкошустра на драконьих островах. Мы всегда находимся на драконьих островах, основная столица находится тут, в Альдракен, но для этого нам нужно купить камушек возвращения мелкошустра. Окей, мы на это тратим просто знаки любви, которые мы вылутываем, ходя на ракету или выполняя различные дейлики. Подарите чудесный браслет-оберег. Мы берем набор собирателя браслетов-оберегов у гоблина и с этого момента вылутываем сердечки. Объединяем 10 сердечек, получаем браслет, отдаем королю какому-нибудь или вождю. Дальше, устройте пикник на равнинах Анары. Нужно также купить игрушку, поставить ее и вместе с другом-подругой усесться на пикничок. Дальше, будет еще интересное событие, именно 23 февраля. Выходной день у многих, я думаю, вы не поленитесь в игру зайти на несколько минут. Тоже, да, два квестика имеются, их можно сделать. Помимо этого, если вдруг вам не хватит поинтов, я не знаю, сколько за них дают, получится ли тут тыща, не получится ли тут тыща. Можно поделать разные локалочки, можно поделать разные просто задания, задания на профессию. И в целом этого будет достаточно. Если смотреть из того, что сделано у меня, а делалось у меня многое просто пассивно, то я просто медленно все пролистаю, а вы все сами увидите. Великая охота, две охоты нужно сделать. Вот, любовная лихорадка, убейте аптекаря. Вы же будете ходить за ракетой. Правильно будете ходить за ракетой. Поэтому поинты тоже получите для заполнения полосы. Пвпшные локалки, галдишка с аукциона, воскрешение игроков, батлресы тоже считаются. Так что, выполняя разные задания, которые вообще могут никак не влиять на ваш геймплей, вы в целом полосу заполните. Но если вам это нужно сделать быстро, то это праздники, квесты, активности и все, наверное, пожалуй. Воскрешение игроков, окей. Подберите что-то для себя и, быть может, вы еще ускорите свой процесс. Дайте знать в комментариях, сколько вы времени на это потратили, на сбор этой полосы. Лично у меня ушло где-то часа 4, при условии того, что у меня даже багнулось все немножко в первый день. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!